Всем привет! Добро пожаловать на канал VTNT. И в моих руках два интересных смартфона. Это Honor 8X и Honor 8X Max. Это два, можно сказать, брата, которые очень похожи, как вы видите, друг с другом. У них очень много схожих элементов, только Honor 8X Max значительно больше, массивнее. И у него есть некоторые конструктивные отличия. В частности, отличие по вот этой вот части, это глазок камеры, который здесь такой маленький, а у 8X идет челка. Больше подбородок у 8X и еще надпись Honor, а у 8X, к счастью, такого нет. Это хорошо, потому что смартфон становится еще более компактным, ну и, конечно же, более приятным. Также у 8X Max идет такое закругление сзади, а смартфон 8X более симметричен по всем сторонам. Итак, 6,5 дюймов против 7,12. Экраны у обеих смартфонов действительно хороши, что у 8X, что у 8X Max. Смартфоны действительно заслуживают внимания по той причине, что сделаны качественно. Материалы, корпус и все остальное, все действительно максимально добротно и качественно. Но есть ряд отличий, и вот как раз о них я хотел бы поговорить. В частности, отличия в том плане, что какой смартфон взять, покомпактнее, поменьше или побольше. Но сразу же забегая наперед, скажу, что я люблю поменьше смартфоны, поэтому, конечно же, я буду топить больше за компактность. Но объективно, какие преимущества все-таки у 8X Max по сравнению с 8X? Это стереодинамики, это больше экран и больше аккумулятор. Это три таких вот важных отличия, которые есть в этом смартфоне. Также у них немного разные платформы по железу. И в частности, по синтетике, конечно, мы можем видеть лучше цифры у того же самого 8X. Это 140 тысяч в Antutu. Но по факту, если тест игр, и вы посмотрели тест игр, то получается так, что World of Tanks, например, тот же самый, идет на 8X Max лучше, нежели на 8X. PUBG Mobile плюс-минус одинаково, Asphalt 9 тоже одинаково. То есть, одинаково хорошо, я бы так сказал, идет на данном смартфоне. Также Honor 8X Max слабее по камерам, в том плане, что фронтальная камера у него 8 Мп, а у 8X там, если я не ошибаюсь, 16. Ну, давайте про камеры уже чуть попозже. Сейчас я все-таки о тех вещах, которые по факту здесь доступны. Смотрите, смартфон имеет 8X Max, те преимущества, которые я сказал. И они будут интересны для тех людей, которые, например, путешествуют. Им нужно, чтобы кинчик посмотреть в дороге. Это как вариант. Также подойдет, допустим, если вы остановили в гостинице, и там нету никаких мультимедиа, то большой экран. И плюс ко всему стереодинамик, звук идет громче. То есть, и, соответственно, смартфон в этом плане поприятней. И автономность, кстати, у 8X Max существенно получше, чем у 8X. Чем же интересен 8X? Первое. Это своей компактностью. То есть, вы получаете значительно компактнее устройство. А экран здесь 6,5 дюйма. И это прям вот очень большой экран. Я вам скажу так, что iPhone XS Max, который самый большой iPhone в истории, имеет вот как раз точно такой же экран, я имею в виду по размеру, как и этот Honor 8X. Поэтому 8X Max действительно какой-то гигант, просто огромнейший девайс. Также Honor 8X имеет в наличии NFC, чего, к сожалению, нет в 8X Max. Так, еще немного, давайте буквально цифр. Honor 8X весит 175 грамм, 8X Max весит 210 грамм. Толщина у 8X 7,8 миллиметра, у 8X Max идет 8,1 миллиметр. Конечно же и ширина 86 миллиметров у 8X Max против 76 миллиметров, то есть на 1 сантиметр уже 8X по сравнению с 8X Max. Давайте посмотрим, как это выглядит вживую. Я вам скажу так, что по сути получается так, что весь размер Honor 8X это как экран у 8X Max. Вот такая вот интересная штука в сравнении. Согласитесь, это, конечно, впечатляет. Кстати, из-за того, что у 8X Max разрешение меньше, нежели у 8X, а это 2340 на 1080 у 8X и 2244 на 1080 у 8X Max, получается, что плотность пикселей 350 у 8X Max и 396 у 8X. И на экран 8X приятнее смотреть, и это действительно заметно. Особенно, когда какой-то текст, то ты замечаешь вот эти вот пиксели, которые есть у данного смартфончика. Где-то здесь вот эти пиксели мы видим. В повседневной жизни оба смартфона работают очень шустро, и 636 достаточно оптимизированный процессор, и поэтому смартфон работает шустро, как и HiSilicon Kirin 710 тоже работает шустро. Есть, кстати, разные модификации. Все смартфоны и 8X, 8X Max имеют модификацию 4.64, 6.64, 4.128 и 6.128. Возможно, есть еще какие-то другие модификации, но я об этом не знаю. Также, что касается камер, то основная камера на 8X 20 мегапикселей, на 8X Max идет 16 мегапикселей. И вот вы сейчас можете даже видеть разницу, то есть, насколько как бы адаптируется камера у 8X. Да, и она такая вот шустенькая по сравнению с 8X Max. Какая-то она такая вот слабенькая, ну, в сравнении, чтобы вы понимали, да. Фоточки я вам обязательно продемонстрирую. Видео тоже вы сможете посмотреть на тот и на другой смартфон и сделать выводы, какие вам нравятся фото и видео на 8X и на 8X Max. Фронтальная камера у 8X 16 мегапикселей, и она делает реально крутые классные селфи. На 8X здесь 8 мегапикселей, и она слабее. Чувствуется, что она, ну, существенно слабее. Фоток я здесь разных понаделывал на оба смартфона, ну, достаточно много. И, конечно же, обязательно вот все это дело вам покажу, сравню. Тут просто я на 8X вообще кучу сделал фотографий, на 8X Max чуть поменьше. Но все это дело обязательно вы посмотрите в сравнении и скажете, где вам камеры нравятся больше. Продолжение следует... Теперь, конечно же, финальный такой вот момент. Какой же смартфон все-таки выбрать? 8X или 8X Max? Я, конечно же, выбираю 8X по той причине, что мне нравятся более компактные смартфоны. Тут есть NFC, тут лучше камеры. 8X Max будет интересен тем, кому важно, чтобы были громкие стереодинамики. Была лучше автономность и нужен побольше экран. Вот здесь как раз экран прям вот очень большой, существенно побольше. Поэтому, если вам нужен побольше экран, поэтому, если вам нравятся данные 8X Max, однозначно его стоит брать, он действительно своих денег стоит. Но если вам нравятся больше данные 8X, то, ну, уже тогда смотрите, что вы считаете лучше. Лично я выбираю 8X. Я за компактность. Потому что смартфоны стали такими большими, что их просто невозможно использовать. Это просто огромнейшие лопаты. 7-дюймовые планшеты раньше были. Вот сейчас уже, правда, их и не выпускают. А тут уже 7-дюймовый смартфон. Очень даже идет у нас все на увеличение. И я буду все-таки топить за компактность. Кстати, где купить смартфоны по выгодной цене, вы можете посмотреть в описании. Я все ссылочки оставлю вам, чтобы вы все могли посмотреть актуальные цены. А также не забудьте приготовиться к распродаже 11.11. Там будут на эти смартфоны существенные скидочки. А для того, чтобы на всем этом деле дополнительно сэкономить, вы можете воспользоваться еще и кэшбэком Letyshops. Я сам лично им пользуюсь. Кстати, рекомендую вам подписаться на мои социальные сети. Instagram, Twitter, Telegram. Там вы найдете полезную информацию обо мне. В Twitter можете легко и быстро со мной связаться. В Telegram я постчу эксклюзивную инфу. А в Instagram можете посмотреть фоточки, которые я делаю на смартфоны. И фоточки, можно сказать, из моей личной жизни. На этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо вам за просмотр. Жду ваших комментариев. И до скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok